Приветствуем вас на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня у нас топ 5 рейтинг лучших однокамерных холодильников без морозильной камеры с Яндекс.Маркета. Ссылки на лучшие однокамерные холодильники без морозильной камеры находятся в описании к данному видео. Пожалуйста, переходите, смотрите, получайте плюшки. Ну а наш рейтинг возглавил холодильник Leapher T1400. Модель интересная, привлекает она прежде всего к качествам сборки. Оно безупречное, никаких с ним проблем, компрессоры живучие. Габариты 51 на 85 на 62 сантиметра. Общий объем 141 литр. Достаточно он вместительный. Есть полки для хранения тут сока, вина, то есть бутылок высоких. Для баночек есть полка, для яиц, для каких-то мелкой какой-то тары. Ну то есть в этом плане хорошо. Внизу получается коветка для хранения фруктов и овощей. Полки, которые пониже, они потеплее, которые повыше, они похолоднее. Ну и соответственно распределяется температура по-разному, поэтому в ходе эксплуатации поймете, где что лучше хранить. Плюсом является то, что в нем не как вновь в ростах, то есть не заветриваются продукты так быстро. Ну и за это в принципе любят такие холодильники. Приобретают обычно в офисы куда-то, в холостяцкие квартиры. Ну то есть в этом плане у него определенный покупатель вполне. Естественно для семьи, которая желает полноценный холодильник себе, такая модель не подойдет. Стоит 29 358 рублей. Далее второе место у нас занимает однокамерный холодильник Nord Frost NR508B. 150 литров общий объем, габариты 50 на 107 на 53 сантиметра. Неплохое качество сборки. Липхеру конечно уступает, но не сильно так скажем. Внутренняя структура у него несколько отличается. Тут получается уже идет в дверце 4 полки. Одна для яиц отдельно, две полки для невысоких, там бутылок, баночек и внизу полочка для высоких бутылок. Благодаря вот этой вот подпорке, довольно качественно сделанной, ну даже может быть не о качестве здесь речь, а просто хорошее такое техническое решение. Бутылки не болтаются, то есть когда дверцы открываете, в этом плюс. Ну и еще момент какой, значит у него достаточно вместительный лоток для фруктов и овощей и несколько полок для хранения продуктов там каких-то. То есть две полки высокие, то есть например кастрюлю надо поставить с чем-то, да. И полки невысокие, то есть чтобы хранить какие-то мелкие предметы, там тарелки с какой-то едой и прочее. Ну в этом плане неплохой. Тоже разная температура на разных полках, поэтому смотрите, ну там разница небольшая будет. В принципе холодильник себя зарекомендовал, поэтому присмотритесь, стоит 18611 рублей. Третье место занимает тоже холодильник Nord Frost, но модель постарше NR404B. Себя зарекомендовала данная модель, разница только в том, что у этой модели как бы номинально есть морозильное отделение, да. У предыдущего нету. То есть как бы мы все-таки рассматриваем однокамерные холодильники без морозилки, но этот мы не могли как бы не учесть, потому что, ну данная модель действительно хорошая. Морозилка здесь маленькая, в нее помещается там, ну может быть пару бутылок, полторашек, либо там 6-7 как бы стаканчиков мороженого. То есть много места она не займет в самом холодильнике, но при этом, если вдруг она вам потребуется, можно ею воспользоваться. Сам он по себе достаточно вместительный, поэтому тоже рассмотрите, данный вариант вам может подойти. Стоит 18 115 рублей, но если посмотреть у других продавцов, есть и дешевле. Далее четвертое место занимает холодильник Lex LSD100W. Это маленький холодильничек, у него получается габариты 46,6 на 85 на 44,6 сантиметров, общий объем 83 литра. Капельная система, цвета как бы разные, он не только в белом цвете бывает. Здесь также присутствует отделение, как бы, но оно не полноценное морозильное отделение, просто как бы это, ну, скажем, такой морозильный отдел, в котором можно поддержать температуру. Ну, либо, допустим, что-то мелкое заморозить, например, там, к ветку, чтобы получить кубики льда. Ну, такое вот, то есть полноценной морозилки здесь нету. Он достаточно неплохой по сборке, не скажешь даже, что китаец. Вместительный вполне для своих габаритов, не шумный. Ну, и, в общем-то, достаточно современные технологии были применены для его создания. Хотя, нофроста здесь нету. И стоит недорого, 14 490 рублей. Ну, и, наконец, на пятом месте у нас расположился холодильник Malfield MFF50B. Он самый маленький из всех. Это такой, знаете, холодильничек, его можно подмышку взять и унести, например, на работу. Общий объем холодильной камеры 50 литров. Система разморозки D-Frost. Высота всего лишь 50 сантиметров. Миниатюрная камера охлаждения присутствует. Здесь две полки основные. Нижняя чуть-чуть получается повместительней за счет того, что здесь нету вот этого блока морозильного. Ну, по сути, здесь нужен этот блок для того, чтобы, например, лед для напитков заморозить. То есть, он абсолютно невместительный. Туда практически ничего не влезает. Ну, может быть, пару мороженок можно запихать. Бутылки хранятся в дверце. Кстати, вот слева получается даже высокую бутылку можно поставить. Там полутора литровую она войдет. Ну, и по мелочи так. В принципе, неплохо справлять со своей задачей. Например, часто эти холодильники приобретают для офисов. Людям нравится. Ну, минимальная цена 12405 рублей. Ссылки на лучшие однокамерные холодильники без морозильной камеры вы найдете в описании к данному видео. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.